так 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 раз 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 стрим начался не знаю у нас видео транслируется или не транслируется это не вижу пока не вижу до транслируется вроде как-то все кто-то присоединился пожалуйста помашите рукой сделать и первонах скажите видно ли меня или не видно транслируется или не транслируется потому что что-то подморозился фейсбук но без говорит что вроде бы все окей привет привет нормально транслируется зашибись ну классно собственно а макмиша здравствуйте добро пожаловать сегодня как видите в реноме они саптайтлс а еще и шан а то дейвертолка about culture and literature and i'm in a very weird person as you say you know like but let's let's get in touch i'll tell you the short summary of how it works да ну собственно говоря я смотрю тут прям уважаемое собрание поэтому всем что же сегодняшняя наша тема про про культуру и литературу и пока голуби летят над нашим карантином всем литературные вечера в их резные тюрьма обсуждать будем разные темы я буду залихватски шутить немножко для своих немножко для бывалых как культурный нормальный интеллигентный гангстер я подготовил немножко немножко заметок как обычно насчитаем 20 минут по поводу того как книжная тематика вообще работает а потом будем как водится общаться в свободном режиме что начну с самого главного многие как человек который написал две книги одну в художественной литературе под названием сайбер сайт книга вышла на амазоне сейчас выходит на русском языке в вместе с издательством экспо в мае в цифре и концу года концу лета в бумаге вторая книга в публицистике под названием автостопом по игровой индустрии краткий гайд по выживанию она выйдет ближе к концу лета там будет чуть больше информации в принципе есть определенный состав который хотелось бы рассказать всем кто собрался проделать то же самое выпустить книжку что-то с этим делать и и вообще у кого много времени свободного в карантин и кто хотел бы знать как это все работает но во первых для бывалых чалюшися товарищей которые тут наверняка тусуются и которые из игровой индустрии могу сказать что в ваши влажные мечты на роялти равноценной сфере в которой мы все заняты в книгах просто не работают на самом деле в максимум роялти на которые вы можете рассчитывать в книжном бизнесе с вашей книжки это где-то 15 процентов продажи тоже гораздо ниже вот и в целом хорошая книга продает если это не феномен и не хит ну где-то три четыре пять тысяч юнитов это считается очень хороший результат в среднем по медиане раньше было больше если вы издаетесь в мире и если вы издаетесь с издательством и продаете до десятки средняя медиана упала где-то до одиннадцати двенадцать тысяч фунтов по британским меркам если вы пишете книгу в полгода то в год это может быть дополнительный доход до налога до двадцати двадцати пяти тысяч фунтов есть люди которые если вы издаетесь с издательством то да важный момент если вы издаетесь с издательством процент роялти десять пятнадцать процентов если вы решаете начитавшись бакунина и вообще прочушивать прочувствовавшись духом анархизма заниматься сам издатом что в принципе тема достаточно интересная вот то роялти могут быть от пятидесяти до семидесяти процентов но рекламировать самостоятельно свою книгу среди огромного количества других авторов на том же амазоне очень тяжело это надо держать в голове вот поэтому я не знаю у меня есть несколько знакомых которые занимаются прям профессионально серьезной авторской работой но они занимаются только этим на улицу они выходят редко пишут они в жанрах научной фантастики и фэнтези которая кстати считается ну так себе жанром вот потому что есть есть гораздо более популярнее и и востребовании истории как западной литературе так и в отечественной вот и в среднем в англии и в америке они зарабатывают по 50 60 тысяч в год до налога выпуская где-то три-четыре книги насколько для вас это возможны критерии успешности или неуспешности не знаю то есть как бы тут надо смотреть если говорить о попытках издательства и работы с книгами в на территории снг авансы низкие у ролл ти тоже там 10-15 процентов либо вы пишете очень много и в какой-то момент вы выбиваетесь в занимаясь параллельно раскрутка собственного бренда сам издатам рекламой работой под несколькими псевдонимами работаете в популярных жанрах выпускаетесь в цифре отдельно создателями отдельно и тратите все на это все свободное время в какой-то момент в принципе может быть начинаете чувствовать себя нормально во всем остальном нет деньги достаточно маленькие я всегда это воспринимал в целом как хобби но есть и хорошие новости так как веду цифру работы это толком не назовешь собственно не в западло поэтому уважаемые воры в законе могут вполне себе заниматься подобной творческой дребеденью если говорить о самом процессе книга на писательство и книга издания на он тяжелее чем кажется на первый взгляд могу сказать по собственному опыту как с точки зрения самого производства так и с точки зрения работы с агентами и создательствами легко сесть писать книгу легко продраться через первую треть дальше начинаются проблемы связанные с тем что это длинный жанр и писать долго можно только когда особо не отвлекают и когда есть какая-то лист или история которую можно рассказать или опыт который сформировался в публицистике на и это возможно это тащит вас до итога первого драфта если писать упорно отбито с пониманием своей тематики или историю которую вы пишете на наверное можно все это растянуть и протянуть за месяца три если затягивать то это срок может быть условно бесконечный могу сказать что свою первую книгу я начал писать и написал где-то половину за месяца два-три потом все это бросила на год лежала потом лежала еще дольше после попыток к ней вернуться а потом я села дописал еще за два-три месяца вот но дело в том что как и с онлайн играми и серьезными последствиями необдуманных действий которым написание книг несомненно относится все самые основные приключения начинаются после написания после того как драфт готовы предположим месяц отлежался в вам надо со своей стороны приступать ко второму драфту и к редактированию это это жесть нужно сразу понимать что редактирование будет первое потом второе а потом 16 после ряда разнообразных подходов и в итоге когда ваша книга выйдет читать вы наверное не будете ввиду физиологической отторженности и и нежелание вообще видеть хоть одно предложение вами туда написано ну такое происходит с кучей культурных медийных продуктов принципе здесь как бы понятно вот хороший такой вопрос часто задают после того как книга все-таки написано отредактирована вы провели публичный бета-тест и и прочитали какие-то ваши друзья прошла корректура каким-то образом вы обеспечили литературную редакцию и настал момент когда вы вот готовы ее куда-то продавать показывать что делать дальше прослать самому или идти через агентов все зависит на самом деле зачастую авторы делают и то и другое одновременно рассылая агентом и второй рукой пытаясь шарить по издательствам на разных территориях это работает с разной успешностью можно сказать что в англии по моему опыту и в америке наверное тоже без знакомств без то что называется солистит контактов и без агента которому книга понравилась вы не зайдете в издательство эти люди и организации существуют для того чтобы искусственно сужать воронку игровая индустрия как пример сильно более либерально в этом отношении издатели все-таки смотрят игры читают ли от неизвестных авторов издательские редактора работы на западе нет думаю что в снг читают но все равно приоритеты отдаются тем кто пришел и принес через кого-то поэтому вам в общем-то нужен агент хороший агент решает много вопросов на его основная фишка это в том что он может занести уважаем авторитетным людям в издательстве обморчать все как надо забрать свои 10 процентов и по итогу обеспечить выход в вашей книге что происходит после того как издательство к примеру книгу подписала сами подпишут контракт вы должны будете выполнить определенное количество дополнительных работ после чего книга выйдет и на нее будут смотреть это в 90 процентов случаев если она попрет после первого тиража который всегда будет небольшим это будет примерно 2000 копий скорее всего может 34 зависит от сезона и от издательства вот будет допечатка если будет допечатка это значит что книга была успешной и все здорово то есть как бы и дальше в принципе вам скорее всего закажут вторую и третью часть если не заказали на старте потому что если издательство что-то кстати подписывают и им нравится они хотят часто видеть диалогию трилогию потому что это помогает оптимизировать маркетинговые средства вот если вы сдаетесь самостоятельно вам нужно обеспечивать маркетинг готовить компанию пароваться открывать сайт делать фейсбучные группы находить инфлюенсеров закупать рекламу и трафик на твиттере в социальных сетях следить за статистикой и вы на это реально без иллюзий потратите месяца два своей жизни при этом это будут достаточно нервные месяца если тут как бы вообще не нужно думать что что-то само по себе полетит ничего никогда не летит само то есть как бы тут все все результат достаточно кропотливой жесткой работы по примерам если вы выпускаетесь на amazon а потому что альтернативно самоздат может быть на 5-6 книжных магазинов без эксклюзива на кдп на kindle программе амазоновской вот но вообще общая рекомендация индустриальная такая что если это ваша первая книга можно и эксклюзивно с amazon если вы выпустили уже 45 книг то наверно лучше открывать свой собственный сайт и выставлять книгу на пять шесть восемь ключевых территориальных прилавков это финансово целесообразнее это лучше работает на ваш п вот чего еще важно и интересно знать в этой тематике ну так для того чтобы подбить наш базовый разговор часто спрашивают нужно ли для того чтобы писать книги быть в общей сложности грамотным образу грамотным образованным человеком с летвет образованием там с какой-то филологии отвечу на это так на самом деле нужно быть просто грамотным человеком потому что кривой текст портит даже клевую историю вот нужно ли быть образованным с точки зрения именно филологии литведа ну наверное не обязательно но по хорошему поводу лучше знать что там не знаю о том что пальте это не такая верхняя одежда под кашне а уважаемые литературный коронованный в париже авторитет жорж который например написал ключевую работу о том что существует ровно 36 сюжет в общем тут как бы важно понимать что в культурном обществе и в тусовке а вы если будете выпускать книги будете там общаться нужно быть в состоянии прокатить за своего и в общем то мархис борхис и картосар все еще также отвечают за базар поэтому в принципе и все эти имена лучше знать знать что такое трехактовая структура знать что такое кто такое аристотель и вообще быть в состоянии ответить если с вас спросят за антологию или когнитивную лингвистику или семиотику в культурном обществе для этого не нужно опять пять лет образования как мне в этом плане для этого достаточно прочитать 5-6 глобальных литературных трудов и получить незримое одобрение со стороны известного всем тем кто чалился на всяких филологических и романо-германских факультетов одобрение виссариона григорьевич белинского которого все мы любим и ненавидим который кстати что важно для текущей ситуации с карантином сказать что апатия и лень истинное замерзание души и тела кстати поэтому писать работать надо и знать кто такой тоже вот дальше посмотрим что у нас с вопросами и ответами потому что тут накапало всем привет 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 литературные вечера за гаражами моя любимая передача началась ламповый образ с районщика да а с подписью сразу как заказать с подписью не заказывает для этого кстати такой момент издательство проводит специальные маркетинговые акции которые подразумевают наличие автора подписывание книжечек книгу личик раздачи самым преданным фанатам которые практике после этого постят много в свитерок на процентах звук схавало да и возможно это к лучшему потому что процент как я говорил прискорбный а в книжной индустрии 15 процентов роуте это хорошо и много рассказ про опыт издания будет в целом какие мысли ли в рамках издания на конкретной территории просто слышал опыт издания в рф и там сша очень по-разному устроен спрашивает нас на денис шинников но как и говорил да в принципе в опыт издания в ангелии он один опыт издания в россии он 2 они в целом достаточно позитивные и тот и другой просто очень сильно отличаются по подходу осталось подарить деревянную ногу и попугая матершинника да да я думаю что мне кстати пойдет свою первую книгу я написал 16 лет свою первую книгу евгений яхин я кстати написал где-то лет в 19 но она лежит отлеживается я никому не показываю потому что это это страннейший вердовый какой-то такой достаточно жесткий фэнтези роман лучшей традиции советской фэнтези и фантастики с юмором и шутками и прибаутками и даже не уверен что 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 кому-то еще на него нужно смотреть хорошие треники сразу видно речь идет о литературе но потому что будем прямо и она на самом деле люди люди в трениках шапках из района это люди с историями а что нужно для хорошей книги в первую очередь хорошая история поэтому подход такой сколько знакомых к любых людей в чатике до чатик собирает прекраснейшую компанию большое спасибо всем кто приходит вот всегда раз рад вас видеть но начинается нормально же общались звучит пугающе отвечает за семантику еще и еще страшнее и о семиотике также иногда спросят а еще страшнее ужасное слово онтология которая не антология а онтология смыслов которая любит каждый первый литературный критик каждый второй состоявшийся или не состоявшийся писатель как говорится про антологию тут могу сказать лишь поговоркой известного франсуа рабле из его мощнейшей метафорической рацухи гаргантюа и пантегриель что если бы ржал как же как жрал из меня получился бы отличный жеребенок собственно говоря если бы я так говорил про антологию как говорят многие критики и авторы из меня получился бы наверное хороший автор по этой логике но возможно и нет в продаж потом дебютный роман за много ну возможно возможно но откровенно дурацкий несколько знакомых его читала и так разные были отзывы всего несколько хороших могу сказать так остальные все-таки странный владимир обручев кстати оставил комментарий собственно говоря товарищ друг редактор и человек благодаря которому во многом мои мои книги издаются поэтому приветствуем я уже много лет тоже пытаюсь писать чисто хобби когда после работы и после официальных хобби доходят руки вопрос мне все валится когда мифология мира начинает расти появляется куча доков про мир мифологию персонажей фракции сюжетные линии и все все это начинает разваливаться как ты с этим справляешься один глобальный word файлик или как-то по разным разделам разным документам пилишь как не даешь разрастись за разумные пределы всем этим гениальным мыслям спрашивает нас снова Денис Шенников могу поделиться своим собственным опытом у меня есть достаточно длительный подготовительный период вот в котором я собираю в кучу в как раз какие-то мысли мифологию разнообразно разнообразные разрозненные штуковины и после этого сажусь и просто жестким прогоном не обращая внимание на даже там вплоть до пунктуации грамматики все это проходит в ворде с отключенными автоправками стараюсь максимально быстро прогнать основную канву истории для того чтобы потом садиться и и прорабатывать потом уже после того как это канва и как этот скелет готов считается что одна из самых жестких заманух и засад вообще с самим процессом и актом писательства это вот эти внутренние стопперы оправдания и разнообразные уловки твоего собственного мозга которые тебя отвлекают но самое известное пожалуй это когда ты написал 10 страниц а потом такой опа и начинаешь возвращаться и как бы редактировать эту историю в этот момент надо бить себе по рукам и писать дальше то есть потому что процессы должны быть последовательными поэтому да ну то есть как бы с могу также не сказать вам что если вам нравится вот так работать как вы описали возможно вы просто очень хороший автор сеттингов они 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 длинного жанра и возможно в себе стоит возможно это и есть основной талант а к попыткам написания именно книги или какой-то такой истории нужно подходить отдельно и в другом процессе а я понимаю при этом я пишу в сеттинге тоже но делаю это совсем по-другому как как с книга чем с книгами а никита владимиров спрашивает расскажи про редактуру нонфикшена что как кому давать и так далее хороший вопрос состоит из таких наверное трех элементов эта тема первая часть книги выгоняется по собственно говоря первый драфт точно также там будет какое-то количество субъективных мыслей и возможно более слабых мест особенно если книга не про супер узко направленную тему есть всегда индустриальные партнеры друзья люди и так далее которые могут помочь покритиковать редактировать все это с точки зрения смыслом на первом шаге когда когда я дописывал в этом году автостопом по индустрии я собственно четко понимаешь что мои сильные места на данный момент в лицензировании в при продакшене и в бизнес-девелопменте бизнес-девелопменте хотя книжка при этом также про сам процесс производства линейный про разнообразные структуры разных размеров и масштабов и про про там определенный постпрод лига вы так далее я обратился к трем людям за тремя разными редактурами и комментариями собственно по по легальной экспертизе по документам контрактам и так далее я просил мне помочь ну собственно лесу примакину она мне помогла с головой по контракт и и с легальными моментами по 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 всей книге по комментариям связанным с крупномасштабным производством работе с большими структурами и и общепроизводственными комментариями я мне очень сильно помог андрей белецкий креативный директор руководитель по разработке танков насколько я понимаю андрея быстро меняются должности вверх вот и и по поводу организации рабочей среды и тонкостях в связанных с там с qi изо стандартами и так далее попросил помочь кости жукова вот после этого я собрал все эти комментарии не было несколько проходов по редактуре после этого я попросил с точки зрения литературной редактуры но при этом с пониманием игровой индустрии помочь мне александра щербакова саша саша сделал для книги очень многое я думаю что без него я бы существенно застрял бы вот и после только после этого после этих правок я это отдал вове обручеву бомбору в эксмо после того как книга отдана уже через эти условные четыре редактуры там еще обязательно будет лит редактура корректура и финальный прогон текста потом случается еще бета чтение после которой может могут приехать еще какие-то правки дополнительные в принципе вот такого процесса как бы достаточно но реально как и как и ну как и производство любого хорошего продукта в интертеймент индустрии и и вообще в индустриях связанных с эго мнениями и разным взглядом на вещи и на мир нужно просто большое количество итераций то есть как бы после этого можно получить какое-то количество мнений как-то все это свести получить финальный результат илья барвиков спрашивает что по деньгам есть профит у тебя от издательства собственных произведений есть но опять же относительные могу сказать что в виду литературной деятельности я получаю дополнительно некие десятки тысяч долларов но как бы я не знаю много это мало маленькие очень маленькие десятки тысяч вот при этом это считается что как бы ну наверное неплохо при этом я пишу немного я пишу по книге в год это еще раз это не профессиональная деятельность это такое хобби которое приносит еще копеечку какую-то денис шинников пишет также что да постоянно хрень за 30 страниц тоже не смог выйти потому что постоянно возвращаюсь да вот это вот этого не стоит не стоит делать потому что это это проблема где-то год назад заканчивал литературные курсы рыбы пишет летали щенка я туда пошел чтобы подтянуть сценаристику для игр но там оказалось еще много именно про издание книг работу с издательствами так что рекомендовать спорно разве что только тем кто хочет именно печатать книги ну еще раз это зависит от того действительно чего человеку нужно от всего этого процесса очень похоже на наш разговор по поводу типов разработки игр да ну потому что здесь тоже есть хобби издательство такое либо есть подход в котором люди получают просто прикладной навык по написательству я реально знаю людей которые для которых писательство это основная рабочая деятельность иногда в контексте этих людей для них это очень удобно у меня есть несколько знакомых девушек которые сидят дома с детьми они домохозяйки и там консультируют что-то но при этом они на гора выдают такую женскую местами эротическую прозу и пишут по 45 книг в год зарабатывая дополнительно там но ощутимые деньги я думаю что иногда местами одна из них более ощутимые чем чем некоторые разработчики игр на своей постоянной работе потому что у нее выпущенных там уже штук 20 но то есть как бы и понятно да что если вы работаете с каким-то ройалти то ройалти аккумулирует из 20 выпущенных продуктов и есть свой собственный бренд писательский это какой-то такой растущий ком приносящий писатель какие-то деньги интересно про востребованные темы именно фикшн жанрах в михаил захаров спрашивает фикшн жанры тема сложная потому что супер динамическая отвечу сначала ну таким общим моментом а потом по частностям и по примерам из прошлого и этого года по общим тематикам во первых все сильно зависит от того кто вы кто автор если автор человек с какой-то своей собственной аудиторией по разным причинам то есть может быть это селебрити может быть это известный мега известный юрист это может быть как я сегодня в реноме модный интеллигентный гангстер с района которого знают по всем улочкам и кабакам всех столиц мира это может быть супер известный разработчик это короче суть понятна если такой человек пишет монографию которая четко попадает в определенную аудиторию издательству это потенциально интересно если человек пишет по своей основной специализации издательству это тоже интересно если мы говорим о в художественной литературе аудитория и наличие аудитории у автора его интересность его маркетабилити это как бы относительно интересно и может ли он создать ком этой аудитории это некий фактор то есть как бы этот фактор есть он может влиять на то что будет писаться это универсальная штука она как бы работает дальше по территориям например фантастика например фантастика которая собственно сай-фай это жанр который считается ну в общем то нативно американским и лучше всего фантастическую фантастический фикшен писать именно там потому что фантастику в англии например считают ну это такое примерно как вот как-то с собакам и писателям фантастам не входить в некоторые заведения это презренный жанр он типа не интересный не крутой и на них смотрят так смирки то есть как бы при этом фикшен которая имеет отношение к какой-то и и и и и мэджинари да вот там история какой-то фэнтези или урбан фэнтези или тем более тинодалт так называемый последний год это было вообще супер популярно в этом году это все еще популярно но меньше одним из самых популярных жанр универсальным как для мужской таки для женской прозы является крутой детективы триллер в зависимости от года и текущей конъюнктуры рынка менее или более мрачный всегда популярна всегда как бы круто какие-то так называемые в английском языке квирки книжки публицистика без какой-то ключевой тематике но которая круто читается тоже достаточно бодро идет хороший проверочный вопрос для международной книжки на английском языке для того чтобы планировать ее заплатить в такие широкие массы это хорошо ли она будет продаваться на вокзалах и в аэропортах вот если да там это книги мы сейчас говорим там из области там там 25 советов как там не знаю правильно жить условно там с какими-то анекдотами шутками прибыл вот это тоже идет всегда то есть как бы ну за это насколько я понимаю не очень много платить непопулярные жанры сложные нишевые жанры традиционно практически невозможно продать какую-то поэзию сейчас мало кому кому интересно наверное край крайне тяжело продавать какие-то такие истории которые невозможно никак отмасштабировать но при этом истории без четкой понятной ниши истории которые застряли посередине этот тип продуктов который никто нигде никогда не любит вот ну вкратце так историческая проза в принципе ценится но для для того чтобы делать историческую прозу нужно иметь очень крутой вкус и жанр и академические знания в определенных там эпохах либо проводить очень мощный ресерч уже очень мощная в рамках женской прозы в очень очень хорошо идет универсально особенно в цифровом формате любовный романс на самом деле он универсально то есть как бы для для женской прозы очень хорошо продается в цифре в цифре при этом с таким каким-то эротическим уклон как бы там это вообще это хит плюс там и и расходится на окей для оригинально мыслящих товарищей могу сказать что очень очень хорошо продается лгбт литература потому что это комьюнити очень активно в интернетах кредитоспособна и платит очень хорошо на самом деле поэтому и и ниша этой литературы не то чтобы супер переполнена то есть на английском языке до сих пор наполнена но не сильно вот и поэтому поэтому продается окей часто сообразили поэтому это прям потоком льется на том же амазоне это совсем уже как-то такое ололо вот то есть как бы но вообще для того чтобы ориентироваться по жанрам нужно следить за этой конъюнктурой рынка там может все меняться как и в игровой индустрии как и в кино с выходом какой-то одной крутой супер известной мощной книжки которая срочно меняет тренд и все начинают писать вот вслед вслед за ней условно говоря после гарри поттера роллинга истории про про детей и волшебство стало там какое-то невероятное количество то есть это это не секрет рынок часто так реагирует вот кстати на курсе говорили что наибольшей популярностью сейчас нонфикшен пользуется говорит это личенко нонфикшен в принципе продает больше просто нонфикшен у него шире аудитория вообще нонфикшеном заниматься выгоднее потому что книжки дороже и отчисления автору больше и и в целом он продается дольше чем фикшен книги он может продаваться там 10 лет плюс хороший нонфикшен можно переиздавать постоянно дополняем а а сегодня будет афанасий афанасьевич фед спросил лакичев нет сегодня не будет фед отвечает ведущий фед была хорошая шутка профит сыр вот павел шестаков бля не успеваю смотреть на лайв ссылочку на запись потом сможет торжественно вручить тема интересная хочет да ну кстати в ленте же висит ссылка можно не ткнуть посмотреть видео они все там все все висят непонятно почему фейсбук кстати не выделяет этого отдельные вкладки но стримы но почему-то видимо нет не выделяет а эндрю кроу спрашивает нас ты упомянул сеттинги а если у тебя сеттинги для игр написанные в стол планируешь ли что-то с делать и про книги тоже задумка которая лежит возможно было к ней пара подходов на несколько десятков листов на дальше не идет у меня есть один большой сеттинг который периодически подписываю он называется bloodlines он короче про то что есть альтернативная реальность это мультиверс такой прям совсем в котором есть такие линии крови так называемые они никакие не волшебные но это семьи которые правят миром у них есть немножко суперспособности на таких типа управления случайности нам посмотрел споткнулся кто то есть на таком уровне и это такая конспирологи крутая штука в которой альтернативно переписывают историю там с кучей загонов заходов и так далее это сеттинг действительно я не очень понимаю хотя несколько раз пробовал как его вертикализировать и написать из этого одну две три книги но он уже разросся в жутко детальный при этом мой хороший товарищ дима понтихов нарисовал в него что-то порядка 50 очень крутых артов разнообразных я все время вел блог потом кто перестал сейчас больше в стол это делаю но это такой мой любимый с этим с этим гочик с удовольствием если бы до сих пор делал игры сделал бы игру в него на сеттинг 2 который мне больше нравится это упоминал на прошлом стриме secret service конспирологи то есть как такие конспирасис всякие это что-то вроде миллениума там x files мк ультра c ru то есть игра control и вот в эту сторону собственно в нем я написал игру infrared rust которая упустила 4 эпизода из запланированных 10 и остальные там 6 еще написано что-то в столе лежат так далее если пишу 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 в bloodlines а так в целом я не знаю если мне хочется что-то там сюжетное погонять обычно это рассказы к большим каким-то историям я подхожу достаточно долго вот но он того того стоит по идее денис шинников спрашивает сибирсайджи в соавторстве писал как такая работа поставлена заранее делили между собой сюжетные линии пишите отдельно потом переплетаете нет я не очень верю в соавторство которая пишется именно по сюжетным линиям если это не книга которая структурирована как ну собственно как множественные point of view да то есть все равно тяжело сводить мы соберсайд написан с бёртом дженнингзом у нас два принципиально разных стиля написательства при этом они комплиментари друг другу то есть я такой больше как-то называется campfire storyteller я мне нравится диаложная часть и и мне нравится базовое скелетное писание я очень не люблю прописывать пейзажи например то есть я вообще в этом плане нифига не тючев но то есть как бы мне написать полстраницы в как бы там из области перед перед главным героем оказался город там и описание все это я очень не люблю поэтому соберсайд был написан как основная история с кем-то ключевыми моментами потом на этот скелет мясо и писал его наращивал берта потом штук шесть-семь драфтов прогнали вместе и получили вот тот результат который получили то есть там так работало то есть наверное по-другому я как-то навряд ли смогу потому что с точки зрения именно сюжета я достаточно авторитарен и я очень не люблю спорить и отдавать кому-то решение в плане сюжетных линий и араш посетил на сегодня я раз спасибо что зашел про антологию хороший был случай позапрошлой жизни как-то после ломоносовских чтений сидел с профессора на фуршете профессора с кафедры философии спросили что ему налить он сказал вина на что ему предложили водки мол экологически чистый продукт профессор с кафедр философии говорит экологически да антологически не очень надо да и это и это действительно так напомнило мне тоже несколько историй из донецкого романа германского факультета на котором я пять лет тоже отторопалил с кафедрой мы тоже выпивали истории там были также интересны и вот кстати в университете литвед жутко не любил именно литвед но собственно шутки-шутка висарен чем собственно белинским затравили не одно поколение и дисциплина достаточно сложная сама по себе это как бы не литературка в там надо действительно что-то учить и вникать это как-то она был более научно все вот а потом потом как-то как-то с годами стало интересно как раз вот про про кстати фантастику и антологию я могу категорически порекомендовать сборник сочинений станислава лема об антологии фантастики вот он там как раз раскладывает антологию и типизацию и из 50-х по 80-е годы основные жанры и сюжеты подходы ключевых авторов критику и так далее лем при этом он такой если кто не слишком знаком с автором за свою жизнь поругался с многими своими современниками потому что он ну в основном большинство его критических литературных статей состоят из нещадной язвительной раздачи говна коллегам автором по поводу их произведений и и даже то что начинается как ну в целом конечно же мне понравилось там через предложение там звучит но и и и короче потом там 10 страниц разматывания просто кишков изощренном виде то есть поэтому да то есть как бы там такое но познавательно интересно лем лем с точки зрения не художественной литературы для меня более значимый автор который в общем повлиял на мою стилистику отчасти а в денис шинников кстати про инфира трасс я проходил все четыре истории так не понял задумываясь просто отрывками не связаны мире это один мир или нет это антология в которых с каждой последующей историей было запланировано что взаимосвязь между историями будет становиться все более очевидной с таким там определенным определенным итогом о том что это все гарантиозный правительственный эксперимент проводимый над городком определенным в котором все это происходит на протяжении достаточно длительного периода времени я подумал собрать сценарий выложить его для того чтобы не знаю кому интересно прочитали хотя не знаю читать сценарии жутко неинтересное занятие читать книги гораздо интереснее вот что еще интересного можно сказать в папа агентам тоже говорят типа вот обычно такой некий замкнутый круг говорят что для того чтобы познакомиться с агентом создателем написать описать агенту а как находить агентов агентов можно находить несколькими разными способами один из них это или в интернете второй это специальные антологические сборники которые называются year authors book по моему с кучей данных для новичков авторов и в которых есть в электронном виде там содержится это выглядит как желтые страницы там зачастую написаны агент контакт телефон прошлый опыт и специализация агентства то есть веб-сайт заходите на веб-сайт смотрите делаете выводы составляете 50 из тысячи существующих которые подходят под вашу книгу пишите хороший кавер letter да вот очень важный момент короче по он везде важен мы периодически в играх об этом говорим но если в игровой индустрии формат подачи печа открыт откровенно свободный то в книжной индустрии если вы шаг вправо шаг влево от так называемого кавер letter summary и первых десяти страниц то ваша заявка летит мусорник на 3 2 1 но то есть считается что если вы как автор настолько тупой что если вы прочитали как послать квалификацию агенту или в издательство и все равно послали как вам хочется то с вами дел иметь нельзя и зачем на вас вообще тратить время это не шутка это не преувеличение у вас может быть супер гениальная книга мега разрывающая все на свете вообще но если вы послали ее в самаре в котором вы абзацы не проставили или написали или на сайте написано вот такими то шрифтами на одну страницу а вы написали другими шрифтами на три страницы то дел с вами никто иметь не будет не важно сколько вы гениальный вообще в целом к слову то же самое касается кино сценариев если вы считаете что ваш продукт настолько гениален что можно пренебрегать форматами сценарного творчества и игнорировать отступы в диалогах а также имена героев писать не капсом а так как вам хочется ваш сценарий не прочитает никто и никогда кроме мусорной корзины ну то есть еще раз я не преувеличиваю это 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 понимание приходит всем кто пытался рассылать киносценарий я писал тоже киносценарии в свое время для для некоторых западных историй на их и короче да ну вам не ответят его не прочитают вас запомнят как кого-то чье присылаемое дальше читать не надо поэтому форматы надо знать и надо делать точно и четко так как написано на сайте или где-то с точки зрения подачи там опять же могут быть такие супер моменты прикольные связанные с ну с историей просто там вы когда будете если у вас есть книга вы рассылаете ее западным агентам большинство агентов если в письме есть attachment они его не откроют есть несколько историй в индустрии одна из них относительно свежая а индустрия старая поэтому свежая это там лет семь наверное назад это это вчера с точки зрения книжной индустрии ну здесь по крайней мере когда в attachment был какой-то вирусняк который там грохал базу вообще короче там куча рукописей в компьютере и это приводило к чудовищным последствиям поэтому поэтому да поэтому очень часто вы будете высылать как кавер-леттер а потом просто вот очень длинные 10 страниц текста в теле письма то есть как бы это страшно абсолютно по конченному выглядит от этого там просто глаз дергается но но так принято марина пишет что джан роллинг шесть раз заворачивали свою рукописью гарри поттера сейчас думалось может с кавер-леттерами косячил а последний раз приняли потому что к ней пришло понимание что надо как на может быть не знаю но но слышал миллион раз от кучи серьезных уважаемых авторитетных людей в книжной индустрии что что неважно насколько гениален автор если он не в состоянии выполнять простых рекомендаций работать с ним никто не будет а его пащенко хороший ресурс для написания сценариев келтекс юзу его очень удобен да я совершенно согласен я для сценария тоже использую и его он есть бесплатный есть не бесплатный альтернативно еще фан не не файл кат не помню называется в и плоская программа для написания сценариев и и тоже периодически похваливают не знаю не помню погуглить женя фирченко привет женя расскажи подробнее как получилось за партнериться что она твой high-level каркас человек согласилась писать мясо в чем интерес для него всем же интересно high-level писать наверное мы мы супер давно знакомы у нас были свои в том числе коммерческие договоренности связанные с финальным продуктом любое партнерство и творческое в том числе это переговоры очень многое в жизни это переговоры людям интересны бывают вещи которые которые вам не интересны вот но ты пишешь например по поводу того что согласился писать мясо в чем интерес для него многие люди хотят быть на обложке писать книги и может быть интересна чья-то история они ее написать не могут на самом деле при этом с бертом у нас супер нативное сотрудничество искал бы что равноправная без любого из нас книга или была бы другой или не вышло бы или вышло бы сильно позже то есть тут такое прям я с удовольствием с ним написал бы что-то еще вот но но тут важно это сразу все обсуждать на берегу короче то есть вот это это мега момент ну как и во всем жизни по поводу того чё вы чё вы как хотите если с кем-то делать совместно особенно в любом творчестве надо надо сразу проговаривать то есть потому что иначе потом будут рамсы попутанные берега расстроенные люди и никому это не надо и слезы сопли и истерики возможно возможно там побитые лисы поэтому лучше лучше проговаривать самого начала еще лучше после того как проговорили фиксировать в письме высылать друг другу соглашаться в той же почте и говорить что случае чего вот 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 как то так и и что же могу сказать практически незаметно на самом деле сегодня пролетели целых 50 минут уже разговариваю рассказываю всякое очень много крутых вопросов тема интересное добавлю то что очень важный момент и обычная привязка к игровой индустрии когда вы будете контрактная часть книжные издательства точно также предпочитают как любые издательства подписывать 360 контракты это значит что если они подписали книгу любое все чего угодно там экранизация деривативные продукты и так далее типа тоже остается за издательством поэтому если ваши планы лежат больше в сторону франчайзинга я бы наверное смотрел возможность сначала самостоятельного релиза а потом продажи отдельных стендалон прав на конкретные территории конкретные продукты и так далее потому что это например мой кейс соберсайда мы когда мы когда искали американского издательства у нас были предложения но типа там два в итоге но эти оба предложения подразумевали то что условно айпи уходит полностью на 360 издателя и все то есть как бы как бы вот ну и я повторюсь еще раз тоже собер сайт он я для себя никогда его не планировал как типа это книга выйдет там станет супер известный нет не мне интересно чтобы она стала в перспективе настольная игрой комиксом компьютерной игрой фильмом там чего угодно на данный момент она подписана с продакшн студии там тестером шутом по поводу совместной работе по формированию процесса экранизации и со студией мы общаемся сейчас немножко все замедлилось но и долгий процесс год то есть как бы который возможно затягиваться из-за вирус сейчас сейчас ничего не снимают съемки отменены очень тяжело запичить всю эту тему вот но рано или поздно это произойдет а игру игру тоже делают то есть как бы по ней вот как то так по деньгам если у вас есть какая-то уникальная экспертиза особенно связано с компьютерными играми айти бизнесом переговорами и так далее я категорически рекомендую с первыми там тремя четырьмя главами summary и составом попробовать обратиться в бомбору к владимиру обручеву возможно он ему будет интересно почитать посмотреть и издать всю эту историю и как и говорил в подавляющем количестве случаев публицистика и нон фикшн будет продаваться лучше и будет зарабатывать больше и это будет дольше на самом деле а фикшн сложный сложный в продаже сложный в продаже и очень для вас как автора сейчас поверьте не очевидный то есть вот был комментарий этом постил обложку например там в игровой индустрии у нас свое понимание арта да ну вот мы обложка соберсайда на амазоне если видели она такая нежно зелененькая в тон цифр матрицы с таким крутым символическим то есть вам там с привернутой фигуркой водичкой там и так далее все хорошо с точки зрения арта как работает все все прекрасно и круто очень утонченный приятный арт как по мне одна проблема как обложка название херово видно в цифре не продает а а то что я посчитал бы эклиптикой и в там не знаю как будто ярким там местами безвкусным чем-то это на самом деле хорошая обложка которая прекрасно читается видна выделяется на полке круто продает и так далее вот и спрашивают мне кажется многим полезно было бы у творческих людей учиться бизнес-этики но творческие люди конечно же разные саша я тебе так скажу и и и некоторым с некоторыми в общем-то и общаться это страшно но но в ну не знаю возможно мне кажется что в если если творческий человек состоялся в рамках какой-то профессии успешно издается и уже как-то 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 на своем месте в своем сектор индустрии он наверное с этикой и вежливостью знаком не потому что он такое детство а потому что он уже съел столько лопат говна пока он пришел к этой позиции что знает наверняка что любой его косяк будет замечен знает цену репутации знает как работают люди слухи и что нужно вести себя ну вот или так или ты в этой индустрии очень скоро не будешь делать ничего я думаю дело исключительно в этом вот ну и да то есть как бы вот 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 такие вот пироги как говорится с книжками из и со всей этой истории напомню также с точки зрения прав что книжные айпи вообще когда мы говорим о какой то как каких-то айпи историях литературе творческих продуктов во всех сегментах аудитория является 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 ключевым определяющим фактором поэтому лицензировать или делать игры например да по каким-то историям в публичном домене это это хорошая тема но серия шерлок холмс фрагверс успешно на самом деле там своем сегменте многие игры по лавкрафту успешны это известные франшизы с кучей фанатов которые при этом вы можете брать и делать по ничью угодно вот к примеру из таких которые не очевидны не окученные вот там нужно просто сферу изучать в периодически там появляется новость из области школьник из гуся хрустального снял короткометражку по рассказу стивена кинга и это звучит как 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 серьезное возможно главное году события в гусе хрустальном если не знать того факта что существует программа стивена кинга в которой там чуть ли не на сайте можно зайти за доллар взять любой из его рассказов и неэксклюзивно сделать любой деривативный продукт а если об этом знать цирами можно делать то же самое и таких историй очень много есть при этом скучающие авторы и в разных обстоятельствах и ситуациях которые под настроение могут вам отжалеть что угодно а вы можете вдруг начать делать это самое чего угодно за год до того как это же что-то начнет экранизировать простите hbo то есть как бы это вот вот типа крутая тема вы что не знаете про издать книжные издательства ubisoft к ним можно просто летят со стороны сел от стихарев спрашивает к сожалению ничего не знаю мне стало интересно я хочу теперь пойти почитать по этому поводу это наверное они наверное издают книги по всем своим франшизам ну то есть условно говоря весь division assassin's creed и так далее это наверное через свое издательство если да то это очень круто и очень интересно я про это не слышал но теперь точно пойду почитаю спасибо есть издательство при этом вопрос хороший потому что наводит на такую тоже наводящий вопрос есть издательство которую не чуждо игровой индустрии на самом деле есть такой t museum books который делает идет дело делает много к нук книг по игровой индустрии как художественных так и нехудожественных то есть вот если чем можете пойти посмотреть почитать и в целом если вы из игровой индустрии но Вы хотите каким-то образом работать с книжным сектором. Как я и говорил, вот сформировалось сотрудничество в России с Эксмобомборой. А в Англии и в Америке существуют издательства, которые тоже работают конкретно с игровой индустрией уже какое-то количество времени по нижшим всяким историям и работам. Ну а так в целом, в целом, что ж, вот так и пролетел час. И огромное спасибо всем, кто сегодня пришел. Получилось здорово. Видео будет в записи. Как видите, я теперь экспериментирую немножко со временем. По отзывам понятно, что так для многих удобнее, но все равно неудобно. А так как у меня появился свет, который я херово зарядил, он потух прямо во время эфира. Заряжу лучше. Я попробую записать чего-нибудь так, чтобы после девяти в России и в русскоязычных регионах было время. И так, наверное, многим будет более с руки. Потому что понятно, что люди, видимо, дома, но работают еще в это время. Также, если чего, то можно в комментарии к этому в треду писать. Или я напишу отдельный пост о том, что вам хотелось бы видеть, какие есть замечания. Ну и до встречи в пятницу. В пятницу придумаю тему на стрим, напишу, анонс будет завтра. Всем пока. Хорошего вечера. Не болейтесь. Stay safe. Ведите себя культурно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok